Давайте сегодня приготовим винегрет Други любимые, винегрет, впрочем, как и оливье, у каждого свой Я буду вам очень и очень признательна, если вы щедро и любезно поделитесь со мной внизу в комментариях к этому видеоролику своим рецептом Я уже поделилась с вами своим рецептом оливье, нажмите вот сюда, я обязательно прикреплю ссылочку И там, скажем, необычным ингредиентом является зеленое кислое яблочко А в винегрет я, например, всегда добавляю квашеную капусту Конечно же, я использую свою, готовится она абсолютно элементарно Опять же, вот сюда нажмите, я прикреплю ссылку Это два ингредиента, капуста и соль, там важны лишь пропорции Иногда я добавляю морковку, но, видимо, ее дома не оказалось И еще очень важным ингредиентом в моем винегрете это душистое подсолнечное масло Оно должно быть очень и очень ароматным И мне кажется, оно в этом салате совершенно чудесным образом играет Если, например, в своем оливье я, как правило, использую маринованные огурчики То винегрет идут только малосольные Естественно, я их делаю сама по рецепту белоники Я внизу прикреплю для вас этот рецепт Опять же, готовится просто элементарно с водичкой Сан-Пелегрино Ну или любой другой газированной Все остальные ингредиенты, мне кажется, такие базовые, классические Картошечка, которая всегда идет с укропом Морковка, огурчик свежий и свекла Давайте поговорим о том, как приготовить овощи Морковку и картошку я варю вместе в обильно подсоленной соленой воде Будьте внимательны, не надо их слишком сильно разваривать Просто до готовности проверяйте ножом, чтобы они были мягкими Свекла Ее тоже можно отварить, но по мне вкуснее всего ее запекать в духовке Надо просто несколько раз ее обернуть в фольгу И отправить в разогретую духовку, опять же, до готовности Внизу, в описании к этому ролику, как всегда, есть рецепт подробный в виде текста И там я укажу все детали и, конечно же, все пропорции Если ее варить, мне кажется, что часть вкуса как-то уходит в воду А когда мы ее запекаем в духовке, весь сахар как-то карамелизируется И она очень, по мне, просто вкуснее Осталось только все быстренько порубить и уже смешать Когда я работаю со свеклой, я всегда надеваю какие-то такие специальные кулинарные перчаточки Иначе, девочки, маникюру нашему хана И опять же, как с оливье, я всегда готовлю большую миску Потому что, на мой взгляд, эти салаты всегда гораздо вкуснее На второй, а то и на третий день Из свежего огурца я очень люблю ударять вот эту водянистую серединку Мне кажется, она дает какую-то лишнюю влагу салату, которая нам совсем не нужна Несколько важных моментов Ну, как вы, наверное, уже заметили Я достаточно крупно нарезаю все овощи Мне нравится, когда верна текстура, что вот у вас, значит, морковка, вот картошечка, вот свекла Есть, говорят, такой лайфхак Если вы не хотите, чтобы все овощи покрасились в цвет вашей свеклы Надо сначала заправить отдельно свеклу маслом И потом отдельно все остальные ингредиенты Морковь, картофель, огурчики соленые, свежие И, кстати, чуть не забыла сказать, мы, конечно же, добавляем лук И когда вы их смешали отдельно, дайте немножко постоять И потом все это между собой перемешивается Вроде тогда все будет сохранять свой цвет Но я очень и очень люблю, когда мой винегрет весь окрашен в этот изумительный цвет Напоминаю, свекла невероятно полезная штука У меня, кстати, на канале есть с ней потрясающий хумус, который мои дети просто обожают Нажмите вот сюда, я, естественно, прикреплю ссылку И мой вам совет Сначала все перемешайте, дайте ему чуть постоять И потом проверяйте на соль У меня просто мои малосольные огурчики вышли прямо многосольными Поэтому я, возможно, вообще не буду его дополнительно солить Это прям запах из моего детства Именно так делала винегрет моя мама Напоминаю, пожалуйста, поделитесь внизу вашим рецептом винегрета Вообще для меня это прям квинтэссенция русской кухни Укроп, картошечка, свекла, что-то очень родное У нас есть огромное количество друзей иностранцев Которые очень любят приходить нам в гости на русское застолье И тогда у меня всегда есть винегрет Всегда оливье Бродинский хлеб У меня есть мой упрощенный вариант домашнего бродинского хлеба Опять же, вы сюда нажмите Я прикреплю ссылочку на этот ролик Блинчики Сметанка Красная икра Отдельно еще картошечка с укропом и с лучком И, конечно же, селедка И не забываем про стопку водки Други, не забудьте поставить лайк этому ролику Подписывайтесь на канал И приятного вам аппетита Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok